Девятый антинаркотический лагерь в Крыму, и это очень клёво. Очень здорово. Здесь ты по-настоящему заряжаешься энергией. Просто от всех, от всех этих ребят, у которых свои проблемы. Кто торчал там, кто пил здесь, но сегодня все чистые. И эта энергия просто распространяется на весь Крым, на весь лагерь. В этом сила. Такие впечатления вызывают у знаменитых актёров девятый лагерь, прошедший под эгидой Национального антинаркотического союза, в котором приняли участие и представители Рязанского центра помощи зависимым Андрея Борисова. Национальный антинаркотический союз был сформирован в 2013 году и представляет собой ассоциацию некоммерческих организаций, содействия, профилактики наркомании и социально опасного поведения граждан. Раньше центры борьбы с зависимостями проводили подобные лагеря. Так что, исходя из общей статистики, состоявшийся в Крыму в сентябре 2017 года лагерь стал уже 30-м по счёту. Более 10 лет в России идёт активная борьба за жизни тех людей, которые когда-то попали в зависимость от наркотиков или алкоголя. Были созданы центры реабилитации, в которых выздоровление стало возможным. Российские представительства появились в Таиланде, США, Белоруссии, Германии. И было принято решение объединить все действующие организации в НАС, Национальный антинаркотический союз. Именно он заручился поддержкой правительства Российской Федерации и продолжает привлекать внимание общественников, политиков и деятелей культуры. Если сказать, особенный ли этот лагерь, я с уверенностью могу сказать, что каждый лагерь особенный. Но именно индивидуальность этого проекта, пятидневного, это то, что в него наконец-то приехали представители власти и приехали не просто в гости по одному, как бывало до этого, а приехали целой делегацией правительственной. Собравшиеся в этом лагере представители правящей партии Российской Федерации отметили, что НАС стал знаковой составляющей гражданского общества. Примеры тех людей, которые выбрались из зависимости, их активная работа и создание антинаркотического союза, все это открывает новую страницу в борьбе с наркоманией в России. 4 декабря под председательством Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственной Думы, у нас пройдет международная конференция парламентарии против наркотиков. В Государственной Думе в Москве мы ожидаем несколько десятков делегаций из разных парламентов. Для того, чтобы обсудить вопросы унификации национальных законодательств в сфере борьбы с наркотиками, с наркотрафиком, с наркобизнесом, надеемся, что это будет знаковая конференция, которая позволит реальным образом создать парламентское измерение международного антинаркотического сотрудничества. Эта встреча у нас как бы в ряду шагов, потому что несколько месяцев назад мы встречались в более узком составе в Думе, теперь мы встретились здесь. Я убежден, что это, как говорится, дорожная карта будет иметь продолжение. Каким оно будет, вы увидите, вы слышите, но знаю одно. Это будет направлено на то, чтобы создавать больше условий для того, чтобы пресекать наркопреступность, предупреждать, профилактировать, а тех, кто лечится, помогать выходить из зависимости. В системе выздоровления зависимых летние и зимние антинаркотические лагеря занимают особую роль. В течение месяцев ребята, проходящие курс реабилитации в разных регионах России и странах мира, работают по своей программе с психологами, психотерапевтами, консультантами по химической зависимости, занимаются спортом, саморазвитием, учатся трудиться. Но два-три раза в год они все объединяются в одном месте, в одно время. И именно антинаркотические лагеря, к которым готовятся выздоравливающие зависимые, дают им мотивацию на дальнейшую жизнь. Общение с актерами, музыкантами, представителями власти, которые ежегодно посещают эти мероприятия, открывают им двери в новую жизнь. Ребята начинают видеть перспективы для своего развития. Руководители Национального антинаркотического союза ценят внимание всех этих известных людей, многие из которых стали попечителями, да и просто хорошими друзьями организации. Иногда у нас уходят месяцы и полугодия и года для того, чтобы помочь человеку оставить свою зависимость, побороть свою болезнь. Один ваш визит меняет их жизнь полностью. За протяжении 13 лет я убедился в этом настолько сильно, что я безумно ценю вашу дружбу. В каждом антинаркотическом лагере не только выздоравливающие зависимые заряжаются позитивной энергией от гостей, которые были приглашены на мероприятия, но и сами гости каждый раз признаются, что после встречи с ребятами их жизни меняются. Появляется вдохновение, стремление к новым свершениям и желание помогать окружающим. Вот такой взаимообмен энергией, в котором участвуют более полутора тысяч людей как минимум два раза в год. Привет из терапевтического лагеря НАНС. Это место, где меняются люди, меняются жизни, меняются судьбы. Это место, где мы находим тебя и своих друзей. Мир без наркотиков. 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 Помимо общения со своими потенциальными наставниками, в антинаркотических лагерях выздоравливающие активно работают над собой. В этот раз в течение пяти дней в Крыму на открытом воздухе проходили психотерапевтические беседы. Ребята прорабатывали ошибки своей юности, боролись с обидами, негативными эмоциями, получали информацию о химической зависимости, чтобы умело с ней справляться при любых жизненных обстоятельствах. Более того, выздоровление происходит при занятиях спортом, когда люди учатся перебарывать самих себя. Одним из друзей Национального антинаркотического союза является Федор Емельяненко. Известный на весь мир мастер смешанных боевых искусств. Он по традиции провел для ребят мастер-классы по боксу. Ребят, ну, искренне желаю вам избавиться от этой гадости. И здесь вам помогут. Здесь вам помогут. Ну, и мы, по мере возможности, будем рядом. Сегодня, когда Федор Емельяненко утром занимался с нами спортом и учил нас, тренировал бесплатно, мы поняли, что наркотики еще не забрали у нас в жизнь. У нас огромные перспективы, если нас тренируют такие люди. Заодно только это хочется из-за чувства благодарности хотя бы сегодня остаться трезвым. Я думаю, это очень сильно мотивирует ребят, потому что все хотят идти за сильными и за первыми. Андрей Петрович, руководитель Рязанского центра помощи зависимым Андрея Борисова, отметил, что употребляя наркотики, люди также тянутся к более сильным знакомым, закоренелым преступникам, которые на тот момент кажутся им примером для подражания. Теперь же, встав на путь исправления, выздоравливающие зависимые также сильно тянутся к успеху, следуя примеру тех людей, которые пропагандируют уже не наркотики, а патриотизм в отношении к нашей стране. Здоровый образ жизни, счастье и успех. Я хотел поехать в этот лагерь, я понимал, меня завлекало в первую очередь увидеть людей, объединенных одной целью, целью выздоравливать. Для меня это очень было важно. Попав сюда, я увидел намного больше, чем ожидал. Я здесь четвертый день, позитива у меня столько, как будто бы я здесь пробыл месяц. Это просто совершенно неописуемое место. У меня не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Здесь замечательно. Я нашел здесь много друзей, много единомышленников, которые, опять же, повторюсь, объединены одной целью – целью выздоравливать. Живые примеры людей, вставших на путь истинной, заряжают сильнее, чем наркотики. Эти люди сделали свой выбор, и теперь для них открыты перспективы для развития. Гранты на получение образования в лучших вузах страны, трудоустройство, создание собственных семей, воссоединение разрушенных браков, рождение здоровых детей. Здесь все это становится возможным. А готовы ли вы к переменам? Если да, то большой путь можно начать уже в Рязани, в Центре помощи зависимым Андрея Борисова. Реабилитационный центр расположен в поселке Солодча. Здесь, на свежем воздухе, в комфортных условиях, ребята каждый день занимаются программой выздоровления и учатся брать на себя ответственность. После реабилитации выздоравливающие зависимые переходят на ресоциализацию, переезжают жить в город и постепенно адаптируются к трезвой жизни в обществе. Они учатся трезво отдыхать, работать и выстраивать отношения с окружающими. Родители перестают узнавать своих детей, жены радуются, глядя на изменившихся мужей. И так происходит на протяжении долгих лет. Хороший процент выздоровления был достигнут комплексной работой как с самими зависимыми, так и с их родственниками. Два-три раза в неделю в Рязани проходят собрания для созависимых, тех людей, в чьей семье появился зависимый человек и чьи жизни из-за этого когда-то превратились в кошмар. В ходе посещения подобных групп для родителей и близких ребят, оказавшихся на реабилитации, родственники начинают больше любить жизнь и понимать, как общаться с выздоравливающим зависимым, чтобы помочь ему окончательно выбраться из проблемы. Кроме того, сотрудники Центра помощи зависимым Андрея Борисова оказывают поддержку при сложностях в мотивации тех людей, которые еще не понимают, что находятся в проблеме. Центр помощи зависимым Андрея Борисова, 8 800 100 00 91. Мы находимся в мебельном центре 4 комнаты. Это улица Высоковольтная, 48А. Давайте пройдем в мануфактуру уюта. Мануфактура уюта делает в своем роде уникальные вещи. Вот диван, который был собран на фабрике в качестве образца. А конструкторы и дизайнеры предложили разные варианты использования. Это диваны и кресла, но непростые. В каждом из них есть опции, которые удивляют и радуют. Вся мебель здесь модульная, то есть ее можно собрать по потребностям заказчика. Каждый элемент диванов работает самостоятельно. Размеры такого красавца могут быть от огромных до миниатюрных. Подушки реклайн, то есть они не мешают при раскладывании. Три положения диванов. Сидя, полулежа, лежа. Встроенная акустическая система. Работает от блютуза, флешки, провода. Охлаждающие подстаканники. Надежный, спрятанный в мебель сейф. Раскладной удобный столик. Бар. Многофункциональные подлокотники. И, конечно же, независимый пружинный блок. Фирменный матрас «Мануфактуры уюта» с настоящим ортопедическим эффектом. В «Мануфактуре уюта» каждому клиенту подходит по-настоящему индивидуально. Кто-то часто выбирает диван для кухни с компактным спальным местом. А кто-то для малышей с повышенным комфортом ортопедического матраса и многого другого. Вот многими любимый вариант полутора спального дивана. Минимум действий, максимум комфорта. И еще в продукции «Мануфактуры уюта» много других интересных фишек. Это не просто мебель. Это организация жизненного пространства. Комфортная. Каждому здесь должно быть легко, свободно и радостно. Мануфактура «Мануфактуры уюта». Мебельный центр, 4 комнаты, улица Высоковольтная, 48А. Приходите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова